всем привет спасибо всем тем кто пишет комментарии под этими роликами и спасибо всем тем кто оказывает материальную поддержку каналу это тоже очень приятно не менее приятно чем читать комментарии напомню еще раз не устану повторять что перед тем как вы хотите увидеть какую-нибудь конкретную пластинку здесь посмотрите в плейлисты потому что порядка 300 роликов уже записано и не исключено что искомая вами пластинка уже там показано так же как и группа вот мне написали что почему же вы алексей прошли мимо группы gentle giant неужели вы не слышали что такое ознакомьтесь пожалуйста с этой группы это очень хорошая группа дну gentle giant я слушаю больше 40 лет уже и gentle giant была известна всем купчинским панком еще в те годы еще там ну в восьмидесятом году точно а то и в 79 а то и 78 а то и в 77 не побоюсь этого слова и познакомил меня с музыкой gentle giant андрюша свин панов который обожал пластинку octopus который принес нам с другом вальдемаром послушать мы ее послушали совершенно обалдели она нам жутко понравилось и мы стали поклонниками группы gentle giant на всю жизнь но боюсь что как-то я сказанул так на всю жизнь как будто сейчас уже жизнь закончилась и всю свою жизнь я прожил замцел за нет я думаю что я буду продолжать любить gentle giant потому что больше 40 лет я эту музыку слушаю и она мне не надоело она мне не кажется устаревший музыка вообще хорошая музыка она не устаревает никогда устаревает плохая вот люди говорят слова попса это недостойно употребление интеллигентный человек не употребляет слова попса я употребляю слово попса я могу сказать что попса устаревает как раз очень быстро хорошая музыка поп-музыка как угодно можно его назвать я даже уже деление на поп и не поп перестаю употреблять потому что ну я не знаю там элтон джон поп-музыка до поп-музыка прекрасная музыка прекрасные альбомы прекрасные песни какая разница поп не поп хоть как назови все равно музыка есть музыка и масса таких примеров кроме элтон джона элтон джон кстати говоря недаром я ним заговорил один ролик от gentle giant между прочим уже записан на тему любимейшей мною пластинки freehand 75-го года gentle giant я больше всего наверное люблю этот альбом но gentle giant у меня практически весь за исключением одной единственной пластинки который называется giant for a day предпоследний альбом gentle giant последний цивилин у меня есть между почему мне очень нравится как бы его кто бы там не ругал на вот это первая пластинка gentle giant который называется соответственно просто джинджаен вот она такая вот замечательно вышла она в 1970 году если память не изменяет поэтому на самом деле не очень важно я имею ввиду не память я имею ввиду в каком году вышел альбом это не очень важно потому что как я уже сказал музыка не устаревает но для тех кто не в курсе группа ядро группы состоит из трех шотландско-еврейских братьев дэри корея и фила шульманов что характерно фамилия андрея панова шульман по по отцу если считать ну да шульман короче не дармо полюбил gentle giant братьев шульманов в первом составе играли также кенни ми ну это такой про почти основной состав потому что там барабанщик сменился кэнни кэри минер клавиши гарри грин гитара и мартин смит ударные который мартин смит ушел после записи первого альбома но началось все по моему в шестьдесят пятом году или что-то такое братья шульманы выросли в музыкальной семье отец у них был трубачом армейским трубачом джазовым трубачом много на чем играл кроме трубы на саксофоне в общем умел музыкальной грамотой владел и музыку знал хорошо привил любовь к музыке своим детям трио брат трио братьев соответственно дэрик рэй и филл и они овладели массой инструментов они играли не существует такого инструмента наверное музыкального на котором бы не умели играть братья шульманы и как водится они организовали группу группа называлась саймон дюпри and big sound и играли они что могли играть в те годы ритм и блюз ритм и блюз и соул как-то так дело шло не очень но в принципе очень потому что удалось им записать сингл выпустили они сингл потом выпустили двойной сингл я его никогда не видел у меня никогда не было сами артисты а именно братья шульман и говорят что это полное фуфло но тем не менее плотинка вышла и в массах распространился слух почему-то что это анонимная запись группа the beatles в которой играет другой барабанщик а ринго стар выступает в качестве лидера вокалиста вот такие слухи пошли и музыканты gentle giant смысле братья шульманы были очень расстроены что это такое это мы играем это наша группа а причем причем здесь beatles на защиту их встал никто иной как сид баррад который любил очень этих парней и официально заявил что эта группа саймон дюпри and big sound а никакие не beatles я сам я сам это слышал сам это видел сам это знаю и все но шульманы были недовольны тем что происходило у них в группе они говорили что музыканты те которые играли кроме них группе они не соответствуют их уровню и мне интересно играть с артистами когда мы умеем играть на барабанах может лучше чем наш барабанщик говорили они хотя один музыкант там был очень хороший а именно элтон джон который участвовал в составе саймон дюпри и big sound играл на фортепиано и пел тоже и вот при участии алтона джона эта группа существовала существовала существовал потом распалась а потом братья решили взяться серьезно за дело и организовали gentle giant привлекли соответственно керри миниера гарри и мартина смита но мартин смит играл и саймон дюплей на big sound как сменивший плохого барабанщика вышел первый альбом который является уникальным для музыки в англии для музыки всего мира на 70 года да и не только 70 а и наших времен это вообще удивительная группа удивительная музыка удивительный альбом уже был джент один альбом лучше другого и для тех кто не слышал никогда я приведу фразу одного критика который сказал что все песни gentle giant нужно обязательно дослушивать до конца если вы слушаете и вам кажется кажется что вы уже все услышали и дальше уже ничего интересного не будет не обольщайтесь дослушайте до конца обязательно что-то да произойдет и это правда потому что но опять таки понимаете ну вот вы можете прочитать критические статьи до обзоры и там будет написано что эта музыка является смесью тяжелого рока классической музыки джаза соул и чего-нибудь там еще это вообще ни о чем на самом деле не говорит вот эти фразы они ни о чем это проще всего когда критик садится или как же характеризовать музыку джентл джент ну да там очень много духовых значит пишем джаз очень много гитарных рифов значит пишем рок очень много сложных вокальных гармоний значит пишем соул много акустической гитары значит пишем фолк и вот эта музыка эта смесь джаза фолка ля-ля-ля бла-бла-бла-бла и все и ничего за этим не стоит это абсолютно нить никак не характеризует музыку джентл джент которая настолько самодостаточна настолько оригинально настолько сложна и в то же время интересно и проста для восприятия что никакой там вот эти вот никакие вот эти фразы критические они не соответствуют ничему внимательно прошло прослушав этот альбом множество раз на протяжении 40 лет я могу сказать неожиданную вещь для тех кто любит джентл джайн ты давно его слушает им кажется что это классическая музыка такая это это и барокко и и и и и и джаз и соулы и и и фанк и фолк соответственно да когда внимательно вот вот штуку погружаешься начинаешь понимать что в основании в основании корней музыки британии лежит группа крим все-таки вместе с битлз битлз это одна история основного фундамент тяжелого рока эта группа крим потому что несмотря на классические пассажи несмотря на многоголосие удивительное как которым виртуозно просто здесь манипулирует музыканты джентл джайн 4 человека здесь поют при этом поют настолько не похоже ни на что ни на кого что это сразу цепляет это сразу просто либо ты влюбляешься в эту группу либо люди слушают и говорят что это какие-то голоса странные какие-то что-то поют непонятное то ли барбершоп то ли какие-то классические хоралы распевки то ли какие-то хоровые куски из опер вагнера что-то такое вообще не непонятное сложно да сложно интересно и по сложности если кто зациклился на современной музыке вот это пластинка группы хакен это называется the mountain соответственно здесь голосовые вещи очень похожи на джентл джайнд и такое ощущение что внимательно слушали джентл джайнд музыканты хакены здесь пытались сделать также и у них в общем получилось но получилось все равно копия получилось не не первичный такой продукт искренней а голоса джентл джайнд здесь звучат как такие голоса не то чтобы из преисподней голоса вечности это голоса библейских евреев а что такое библейские евреи кто такие да это здоровенные мужики которые пасли тысячи овец которые переворачивали огромные камни открывая колодцы там рыли эти колодцы строили дома жили в пустыне здоровенные бородатые волосатые мужики и собственно грял дэрик шульман он поет таким низким роковым голосом жестким как такой библейский иаков до кариминер поет тонким нижним голосом как иосиф прекрасный остальные голоса это голоса братьев иосифа прекрасного если кто читал библию или роман томаса манна иосифа его братья вы поймете что я имею ввиду и про группу крим то что я начал говорить все лежит так или иначе на гитарных около блюзовых рифов рифах группа начинала как ритм и блюзовый проект под названием саймон дюплей на big sound и несмотря на вот этот классицизм барокко какие-то оперные штуки и фолковые какие-то такие вещи все равно нет нет да и проскакивают блюзовые рифы даже в первой вещи giant которая мы просто симфоническое полотно симфоническое полотно тяжелое такое жесткое как я уже говорил библейский иаков начинает петь в лице дэрика шульмана а потом начинается лирическая части в этой лирической части такой идет тут и сразу группа крем где-то на периферии сознание расплывают но потом опять опять пошел пошел классицизм пошла опера пошли симфонии в в руки все в руки очень тяжелая пластинка по звуку папа плотности она плотная тяжелая роковая можно рядом с Black Sabbath поставить. Кстати, они играли концерты вместе с Black Sabbath в свое время. Можно поставить рядом с Deep Purple по рифам. Все по звуку, все укладывается абсолютно. Funny Ways, прекрасная вещь, которая начинается, как обычно в Gentle Giant, с одного и переходит совсем в другое. Начинается с акустической гитары, со скрипок. Скрипки, да, духовые скрипки. Все в полный рост. Всего в достатке. И переходит в жесткую вокально-инструментальную пьесу. Тяжелый рок, опять-таки, с околоблюзовым гитарным рифом, на котором лежит вся симфоническая составляющая остальной музыки Gentle Giant. Вот такой удивительный коктейль, который воспринимается сначала странно, а потом понимаешь, что здесь вообще все. Вся рок-музыка, которая существует на тот момент времени, и сейчас она вся там присутствует. И даже не рок-музыка, а и классическая музыка. В ролике про Freehand я говорил, что эта классинка больше всего напоминает музыку музыкантов симфонического оркестра, которые ночью перепились, заперлись в оркестровой яме. Заперлись, это что значит? Это залезли в оркестровую яму, она закрывается щитами иногда, и вот закрылись щитами, и начали продолжать там бухать, и играть просто в свое удовольствие. Такое вот бешеное веселье. В общем, про этот пластинку можно говорить много, и я это дело продолжу. Поэтому не расслабляйтесь, Gentle Giant нас ждет в полном объеме. А я пока пойду, сделаю паузу, выпью, и послушаю еще. Gentle Giant. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok